Продолжение следует... Разрушена грехом, искажена, изуродована, исковеркана. И телесных болезней причина здесь, и душевных. Но не всегда свободны от душевных расстройств и заболеваний даже праведные святые люди. Мы, например, знаем, что святитель Тихон Задонский страдал тем, что сейчас описывается как психопатическая депрессия. Он боролся с этим, он жил с этим, он знал, что это его крест, и он нес его через всю свою жизнь. При этом его молитва, его творения, его мысли помогли тысячам и тысячам людей обрести мир и благодать в Боге. Поэтому говорить так, наверное, не стоит, иначе мы должны были бы осудить всех душевно больных и расстроенных душой людей. А мы не знаем, каков Божий промысел о них. Тем более сейчас я вот как приходской освященник могу засвидетельствовать, что просто не только волна, а просто цунами идет душевных расстройств. У молодежи современной, даже верующей, даже церковной. И связано это во многом с тем, что просто психика человека не справляется с валом информации. Нет уверенности. Мир меняется стремительно. Человек не входит в привычный, объясняемый родителями мир. Родители сами потеряны. Они не знают, как ориентироваться. И человек, если раньше опирался на опыт папы, который, как дед и прадед, выходил в определенное время изготавливать дрова, в определенное время пахать, в определенное время сеять, вот, жать, то сейчас человек не знает, что делать. И отсюда это происходит. Поэтому говорить о том, что это причина в отсутствии Бога в жизни человека, мы так не можем. Мы вообще, наверное, ни о ком так не должны говорить. Наверное, есть определенные грехи, которые к этому способствуют. Да. Но я знаю много благочестивых людей, действительно, которые страдают некоторыми душевными заболеваниями, расстройствами, несут это как рест. Безропотно, с молитвой. Знают свою немощь. И вот, как раньше люди несли только телесное страдание, как рест, так сейчас несут душевное. Осуждать их людей мы не будем. Лучше, если мы знаем, помолиться, потому что здоровый человек не знает, как им тяжело. Вот это очень важно. Знаете, есть такое определение души, современная душа, это то, что может болеть, когда все тело здорово. А как может болеть душа у человека с душевным расстройством, здоровому не понять, она может гореть. Понимаете, человек может не находить выход ни в чем, может кричать от боли, а все тело будет здорово. Вот не дай бог здоровому человеку, осуждающему болящих, это испытать. Поэтому лучше помолиться, лучше облегчить, лучше посострадать. Продолжение следует...